Доброго утречка всем! У меня опять покупочки с Алиэкспресса, опять бижутерия, опять какие-то интересные, красивые колье. И еще хочу показать тоже такую небольшую покупочку. Они все примерно в одном стиле, поэтому я их объединила. И относятся они к изделиям, в которых использован натуральный перламутр и какие-то там натуральные камушки. Поэтому изделия не дешевые, прямо могу сказать. Ссылочки я, конечно, всегда оставляю. И вы можете решить сами, интересует вас это или нет. Даже не знаю, с чего начать, потому что все такое интересное. Хорошо, начну с того, что не с Алиэкспресса. Хотя, когда я спрашивала в магазинчике, где я покупала это колье, кто страна-производитель, в общем-то, мне продавец, честно, тоже сказала, что Китай. Значит, где-то, возможно, можно найти такие вещи на сайте. Ну, надо поискать. Я сижу напротив окошка, там периодически будет светить солнышко, поэтому освещение будет меняться. Колье вот такое. Перламутр. Натуральный. Нет никаких сомнений. Попробую сейчас прикинуть на себя, потому что все это надо видеть, как оно лежит. Тут есть цепочка, которая позволяет наращивать длину, но мы попытаемся сделать как можно ближе, потому что, мне кажется, оно должно ложиться вот так вот, очень близко к шее. Я сегодня специально даже надела клипсы тоже с перламутром, ну, чтобы создался какой-то образ. Так. Ох! Даже до конца не видно, насколько оно такое достаточно объемное, большое, но, мне кажется, просто замечательно будет смотреться на, в общем-то, любую летнюю одежду. Ну, и на что-то черное, на что-то... В общем, на всякое. Вещь замечательная именно тем, что она не будет крутиться, изворачиваться, ее не надо поправлять. У меня есть какие-то красивые колье, но которые постоянно как-то они там живут своей жизнью. То они покрутятся, то повернутся, то еще как-то сместятся, и ты все время ходишь, и как-то вот так вот ощущение, что надо что-то поправлять, это, честно говоря, утомляет. Под такое вот колье очень легко подобрать какие-то браслетики, ну, что-то типа вот этого, например, тоже из перламутра, так что уже создался какой-то комплектик. Ну, это то, на что ссылочку оставить не могу. А вот на два остальных ссылочки будут обязательно. И первая из них совершенно тоже потрясающая. Вот такое состоящее, но мне кажется, что это все-таки натуральный какой-то перламутр, хотя, конечно же, кто его знает, и снизу тоже вот такой. Как бы его так показать? Может, так показать? Вот такой он интересный. Давайте попробуем его одеть. Вот какая-то такая застежечка немножко более мудреная, чем обычно. Ну, как-то так. Так, у него длина не будет регулироваться. То есть, вот как я сейчас одену, так оно будет на каждом человеке. На каждой женщине. Так. Ну да, оно не сильно длинное. Надо расправлять вот эти штучечки, чтобы они так ложились вокруг шеи. Получается так. Конечно, его лучше уже тогда не сверху, а если, предположим, будет какой-то вырез такой, вот тогда оно будет, наверное, смотреться замечательно. Я так смутно там что-то в экранчике вижу, но как будто бы идея понятна. Вот эти вот штучки могут немножко крутиться на шее, что, конечно, может раздражать. Вот такое вот. По-моему, как раз хорошо подходит ко всяким таким вот беленьким разным, если найдется. Так, давайте мы теперь его опять попытаемся снять. Как-то. Ой. Ну вот, красивая вещица, очень интересная. Такой большой здесь снизу тоже перламутр. Беленький, все беленькое. Такое слегка... Ну, как перламутр бывает, он отливает чем-то таким красивым. Какой-то радужкой такой небольшой. Еще одно тоже с перламутром или с ракушкой. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут такое. Интересная очень. Понравилась на фотографии и в жизни, надо сказать, она меня впечатлила. Может быть, даже больше, чем было на фотографии. Итак, показываю. Вот такое вот колье. Здесь исключительно натуральные камни. Я вижу аметист, розовый кварц, что-то зелененькое. В общем, все настоящее. Не пластмасски, не подделка. Довольно такое тяжеленькое. И цветочки, они тоже из абсолютно настоящей ракушки. Сейчас я попробую так немножко его повращать, чтобы было понятно. Очень такие приятные тона для, наверное, тех, кто водяных знаков и прочих, кому эти камни подходят. Потому что оно такое все нежно, зеленовато, сиреневатое. Какое-то такое. Давайте-ка его оденем. У него тоже нету дополнительной цепочки. То есть, вот как оно сейчас ложится, так оно и будет. Опять же, возможно, можно носить как на какую-то одежду, так... Не такое оно длинное. Можно, предположим, его носить вот так. Холодит приятно. Ну, как любой настоящий камень. Он всегда холодит. Здесь, конечно, уже это не совсем подходящее. Снимем. Ничего, наверное, у меня подходящего под это и не будет. Но и не важно, потому что оно само по себе очень самодостаточное. Красивая вещь, не дешевая. но, по крайней мере, все пришло как бы у меня и было очень хорошо упаковано. По-моему, даже я бы сказала, что пришло довольно быстро. Ну, насколько мне так помнится. По крайней мере, в течение положенного месяца или трех недель. Я думаю, что, возможно, варианты, потому что цветки делаются из перламутра. вот сейчас может быть не так заметно, но три цветочка такие более светлые, а этот с такой с темными лепестками. Это именно потому, что делается из ракушек, из разных частей и получается, что каждое оно уникально по-своему, потому что из какой части ракушки будет сделано, так оно и будет выглядеть. Вот такие вот замечательные совершенно вещи. Очень понравились. хотя цветочки это, конечно, может быть тема более, так сказать, молодежная, но почему бы нет? А, забыла показать. Раз уж я показываю все, что получила тут недавно с Алиэкспресса, давайте-ка я покажу еще один потрясающий кулончик. Вот не помню по стоимости, по-моему, не было что-то такое невероятное. Чем и понравился. Сделан очень аккуратно, пришел без цепочки. Мне нужно будет думать еще какую-то пристроить цепочку. Сейчас я его попытаюсь взять в руки, показать. Опять же, не помню, был ли еще в других цветах. По-моему, было и в других цветах тоже, не только в голубом, но голубой у меня такая любимая тема по жизни. Разные оттенки синего и голубого, поэтому вот так он выглядит. Натуральный камень. Я помню, когда искала кулон, я набирала, ну, конечно, не сапфир, может быть, там аквамарин или какие-то такие слова набирала, или аметист. И вот он в ряду остальных изделий на Алиэкспрессе среди бижутерии выдал такой красивый кулон. Поэтому, ну, надеюсь, не стекляшка. Очень много стразиков вокруг, таких маленьких, все аккуратно сделано, все на месте. конечно, такая работа, ну, надо просто подобрать какую-то очень красивую цепочку. В подарок ко всем этим моим посылочкам еще пришли такие, это чисто уже подарочный вариант, был приложен из тоже настоящего личного перламутра. У меня была даже идея посадить его сюда, но очень маленькое как бы здесь ушко, а сквозь эти перламутренки нельзя будет протащить. Так что найду какую-то цепочку, у меня их достаточно много тоже заказанных на Алиэкспрессе, и вот такой, ну, как видите, если относительно руки, да, он совсем не маленький, и если его попытаться приложить куда-то, то он, ну, вот, примерно такого размера. Красивое изделие, меня прямо завораживает. Все, что голубенькое, все, что красивое, блестит, мое сорочее начало, во мне, так сказать, заставляет трепетать. Ну, вот такие покупочки, оставляю ссылочки, если будет интересно, заглядывайте, заказывайте, носите, получайте удовольствие. Всего хорошего, пока-пока. все, 2-2-3-1-2-3-4-5-4-5-4-3-4-5-4-7-4-5-7-4-5-5-7-5-5-7. Продолжение следует...